Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 2014. Если у человека нет ярко выраженных талантов, а вы говорите, что талант есть у каждого, то как узнать его, не закопать, а потом развить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В притче о талантах показано, что меньше одного таланта не бывает. Матфея 25.18, цитата. «Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего». Сегодня исключительно трудно встретить в православии на практике, где бы заботились бы об этом. Все остановилось на старообряческой проповеди, концепции, выраженной в двух постулатах. Первое – «Переходи к нам», второе – «Неленностно посещайте храм». О каком уж таланте и развитии его можно здесь говорить. Поэтому в православии сегодня сложился стереотип христианина – пришел, купил, поставил, отстоял, ушел. У всех одинаковая постная физиономия, лица похожи на старые кофейники, как говорит Ярл Пейсти. Господь же призывает на всех сохранить свою индивидуальность, быть всегда радостным, благодарным, ликующим с гуслями в руках. Римлянам 12.15. «Радуйтесь с радущимися и плачьте с плачущими». 2 Коринфянам 13.11. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Филиппийцам 3.1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Филиппийцам 4.4. «Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь». 1 Фессалоникийцам 5.16. «Всегда радуйтесь». 1 Фессалоникийцам 5.18. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Откровение 5.8. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полная фимиама, которой суть молитвы святых». Талант в одиночку почти невозможно узнать и развить. Он развивается на торжественной жизни, когда отдан в оборот, согласно притче Христа. Одна эта притча подводит черту и ставит тысячи вопросительных знаков перед монашеством и пустынно-жительством». Марка 16.15. Цитата. «И сказал он, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». До православных эти слова Христа не дошли и за две тысячи лет, как говорит великий инквизитор в братьях Карамазовых, в кавычках, у Достоевского Христу, кавычки открыты. «Ты нам мешаешь, уйди, мы исправили твой подвиг, мы царствуем без тебя». Кавычки закрыты. Это не только о католиках, но и о всем православии во всю его историю. Апостол Павел перечисляет различные таланты, дары, которые Бог дает не для тебя только. «Но что бы ты ими послужил для других и развил их этим?» 1 Коринфянам 12, 1 и 4 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Дары различны, но дух один и тот же». И далее прочтите несколько раз всю эту главу, чтобы найти свой талант. Дар – это и есть талант.